Боевое безумие. В США готовят санкции против европейского бизнеса. Дмитрий Лекух специально для РИА Новости. Американские сенаторы, республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, представили на рассмотрении Комитета по энергетике и торговле Сената США законопроект о санкциях против лица компаний, принимающих участие в строительстве газопровода Nord Stream 2. Согласно законопроекту, санкции, весьма жесткие надо отметить, предполагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку проекту Северный поток 2. А это фактически весь крупный европейский энергетический бизнес. По крайней мере, под критерии, заложенные в законопроекте Круз Шахин, с легкостью подпадают такие гиганты, как участвующие в Nord Stream 2 компании Unipe, Winster Hall, OMV, Shell, Engie. А рестрикции в данном случае предполагают не только запрет руководству данных предприятий на въезд в Соединенные Штаты, но и арест всех активов, которых у европейских гигантов в Америке, как вы понимаете, вполне достаточно. Но основной упор Круз Шахин делают в законопроекте все же не на них, а на компании, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве морской части трубопровода, которые американские сенаторы считают русскими и агрессивными. При этом данное произведение американского юридического искусства должно будет неизбирательно распространяться на любые европейские структуры, включая страховые компании, которые осуществляют любую, как технологическую, так и финансовую поддержку работы таких судов. Собственно, это уже даже никакие не рестрикции. Это прямое и недвусмысленное объявление экономической войны всему европейскому субконтиненту. Только не по китайскому образцу. Там все более или менее понятно. И хоть и не очень приятно, но цели преследуются вполне практические. Дисбаланс в торговле между США и КНР действительно выглядит с точки зрения штатов не очень оптимистично. И жесткие действия Вашингтона в адрес Пекина невозможно оправдывать, но можно хотя бы понять. Они имеют как понятные цели, так и хоть и не совсем приемлемую, но реалистичную логистику их реализации. Нынешняя же сенатская потенциальная война с европейским бизнесом никакой прямой выгоды американской экономике не несет. Это чисто политическое действие, решение вопроса внутренней американской повестки, внешнеполитическим инструментарием. И ничуть не более того. Что тут можно сказать? По мнению большинства экспертов, законопроект Круз-Шахи на санкциях против компаний, предоставляющих оператору газопровода «Северный поток-2» суда трубоукладчики, внесенный в Конгресс США, рискует не найти поддержки в Конгрессе даже на стадии обсуждения. Слишком высокая цена даже для впадающего в подлинное боевое безумие Вашингтонского истеблишмента. Америки сейчас ни к чему. Да, даже если эту беду в том либо ином виде и примут, то реакция собственно европейского бизнеса будет довольно однозначной. Так, к примеру, в компании-операторе Nord Stream 2 AG уже с ехидной усмешечкой заявили, что у них все идет по плану и беспокоиться не о чем. А в швейцарской компании трубоукладчики AllSys, которые в законопроекте предусматриваются персональные санкции, официально через пресс-службу заявили, что все их работы в Штатах завершены и в настоящее время не ведутся и не планируются. Официальный представитель AllSys Ерун Хагельштейн даже выступил со специальным вполне конкретным разъяснением. Работы по укладке труб в рамках проекта газопровода из США в Мексику и установки глубоководной платформы в Мексиканском заливе компания уже завершила. А участие компании в Nord Stream 2 является для нее крупнейшим за всю ее историю, прекращать его они не намерены. Сходную позицию занимают и в также персонально прописанной в законопроекте итальянской компании Saipem, тоже участвующей в прокладке российских морских трубопроводов. На нынешней стадии строительства Северного потока-2 или Турецкого потока, который формально также подпадает под сенаторские рестрикции, остановить их вообще весьма затруднительно. Об этом еще в апреле прямо говорил на слушаниях в Сенате Майк Помпео. По словам главы американской дипломатии, все попытки отговорить Германию от строительства Северного потока-2 по факту не увенчались успехом. И сейчас цель США другая и куда более конкретная. Они пытаются обсуждать с Берлином вариант гарантированного транзита российского газа через Украину. А это уже совсем другой вариант развития событий и совсем другой разговор. Дмитрий Лекух специально для РИА Новости. Боевое безумие в США готовят санкции против европейского бизнеса.